Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Северный Арцах. Топонима Арцаха Джермаджур. Армянская идентичность Терсим. Сирийский король Эмир Фейсал Ибн Хусейн. Армянские беженцы, спасшиеся от геноцидов. Культурное наследие лавиттов Самосата в опасности. Великий общенациональный юбилей в Западной Армении. Народный мастер Республики Армения Армен Вардарпетян. Выставка Киликия. Западная Армения защищает Арцах. Защищает не только Горный Арцах, но и Север Арцаха, где с 1988 по 1992 годы произошла этническая чистка с оккупацией города Арцвашен. Апологет и защитник прав человека Западной Армении не считает политику геноцид в обмен на территории частью международного права. Следовательно, Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Более 40 армянонаселенных сел Северного Арцаха, Шамхорского, Дашкисанского, Кархатахского и Ханларского районов занимали территорию размером почти с прежнюю НКО, выселенной до января 1990 года. Представляем Армянонаселенные селы Шамхора, Дашкисана, Ханлара. Абла, Азат, Сулук, Азат, Атабек, Алюминистрой, Бадент, Бананц, Бананцпокер, Барум, Барсум, Браджур, Каракешиш, Геташен, Кархати, Геташен, Хелендорфи, Гюланбар, Горный Джагир, Хачакап, Хучши, Хачакаптка, Хучшинский, Хачакапи, Камурч, Кушинский, Мост, Хачахпюр, Камо, Бахшик, Гиранц, Шарукрак, Хачикэнт, Хучшэн, Куши, Армавир, Ходтул, Джирагидор, Мартунашэн, Мартуни, Казашэн, Галицын, Мирзик, Мурут, Мурут, Нюзгар, Нюксар, Шаумян, Восканапат, Зурнабад, Чардахлу, Човдар, Салер, Спитакшэн, Пип, Заглик, Камандар, Кархатнэркин, Кархатверин, Орджонекицы, Бухарин. Тапанимы Арцаха – Джермаджур. Джермаджур – курортный поселок с природными горячими источниками, расположен на высоте 2200-2400 метров над уровнем моря. Название Джермаджур дословно означает «горячая вода». Джермаджур находится в Шаумянском районе и оккупированном властями Баку. Джермаджур означает «подземный водоносный горизонт» или «родниковая вода с высокой температурой». Другими словами – горячая минеральная вода, вытекающая из нетр. Азербайджанцы называют поселение Истису. Проармянская позиция Алави-Аревик Казбаши, что в переводе означает «рыжий», не могла не беспокоить власти, проводящие артиармянскую политику. Турецкому государству известно широкое распространенное представление того времени. Расстояние между армянами и алавитами не больше луковой шелухи. Подчеркивание частной идентичности Казбаши, отличное от Суницкой, вызывало тревогу у младотурок. Они искали выгодные объяснения в армянском контексте для борьбы с идентичностью. Очевидно, что политические отношения властей к дерсимскому Алави-Казбаши было экстраполировано. По крайней мере, за последние 150 лет было вытеснено не только из противостоящей сунизму алавитской самоизоляции, но и из армяно-алавитского прошлого. Лучше всего это известно Алавитам Дерсима. Действия 1915 года по подготовке и осуществлению геноцида, осуществленного в отношении армян, вызывали большие тревоги у алавитов Дерсима. Было твердое убеждение, что следующим шагом будет принуждение к отказу от алавитской идентичности, если не резня. Это стало серьезной причиной того, что армянский объем дерсимских алави значительно уменьшился. По крайней мере, в 1915 году и после об этом не говорилось. Как алавиты, так и алавизированные до 20 века были заинтересованы в скорейшем предании за обмене армянского объема алавитов Дерсима. Каким бы значимым ни был этот армянский объем. Ситуация армянских беженцев, прибывших в Сирию после геноцида армян, была тяжелой. Беженцы оказались в Сирии в период, когда еще не закончилась Первая мировая война. Был голод, и страна все еще считалась частью Османской империи. В событиях этого периода в истории Сирии значительную роль сыграл Шерид Мекки и сын Эмира Хусейна Ибн Али Фейсал. С ним связано освобождение Сирии, сыграл большую роль в вопросах улучшения положения и становления армянских эмигрантов. Изначально Фейсал был настроен положительно по отношению к армянским эмигрантам. Содействие, оказываемое армянским изгнанникам, становится на прочную основу и осуществляется в рамках закона и официальных указов. В январе 1919 года Эмир Фейсал встретился в Париже с Погосом Набаром Пашой, обсудив с ним мероприятие, направленное на улучшение положения армянских беженцев в Сирии, Ливане и Палестине, а также некоторые вопросы, связанные с армяно-арабскими отношениями. В сложившейся сложной ситуации в регионе Сирии принимается ряд правительственных решений, которые способствуют спасению армянских беженцев и возвращению в армянскую среду. Среди них приказ Фейсала в январе 1919 года, опубликованный также в газете Атака Дум Алеппо, о возвращении армянских женщин, детей и девушек в армянскую среду. В самосад Ада-Ямани, где 6 февраля произошли мощные землетрясения, погибло и ранено множество людей. Разрушены тысячи зданий, большое количество зданий и сооружений, в том числе историко-культурных, полезло ущерб. Вели Бю Шахин, один из членов Алавитского очага Урян-Хазир, описал решение губернатора о 150-летнем Алавитском очаге. Землетрясение произошло в населенном регионе, где находится очень важное культурное наследие, принадлежащее общине Алавитам. Наследие дошло до нас сотни лет назад. Одним из примеров этого является очаг Уряна-Хазиря, одним из сыновей которого я являюсь. К сожалению, я должен отметить, святыню снесли два дня назад и сравняли с землей. Мы становимся свидетелями того, как государственные органы с презрением относятся к нашей вере и хотят превратить свечилище в руины. Недопустимо относиться к наследию как к руинам. Следует учитывать историческо-культурное и религиозное значение. После землетрясения мы заметили трещины в стенах, однако соответствующие органы решили, что это опасно, и разрушили свечилище строительной техникой. Таким образом, культурное и религиозное наследие пяти поколений было уничтожено. В 1912 году католикосом всех армян Геворгом V специальным кондакком текущий год был объявлен юбилейным. Было принято решение начать мероприятие 13 октября 1912 года и ровно через год, 13 октября 1913 года, праздник Сурб-Таркман-Чац, организовать торжественное закрытие юбилейного года. Праздник получил общенациональный характер и был назван общенациональным великим юбилеем. Главные трехдневные мероприятия праздника начались 11 октября 1913 года. Как в Константинополе, так и в провинциях Западной Армении последовали религиозные и литературные торжества. В Брюсе большой юбилей отмечался 25 октября в Национальной гимназии. В Багеши 26 октября в храме Сурб-Геворг и Хандра-Катар. Центральная юбилейная комиссия Тарона провела многолюдные мероприятия у могилы Сурб-Саака. В монастырях Сурб-Тарк-Матчат и Сурб-Карапет в разных частях города. Было решено во время мероприятия осуществить сбор пожертвований в пользу развития периодической печати сосуна. По случаю этого юбилея Кумитас подготовил запись песни «О великий-то язык», которая должна была печататься и продаваться в течение всего года. В 1912 году в дни 1500-летия изобретения армянской письменности и 400-летия армянского книгопечатания в разных городах вышли в свет издания, представляющие историю армянской письменности и печати. Вечером 13 октября 1913 года по случаю закрытия юбилейного года в Константинопольском территории Лешик выступил хор Кумитаса Гусан, состоящий из 200 человек. Пресса Западной Армении отметила важность таинства юбилеев, подробно осветив осуществляемые мероприятия. Татави Галтахчан – научный сотрудник. На выставке под названием «Киликия» ювелира художника-скульптора Армена Вардапетяна представлено более 50 работ – серебряные украшения, скульптуры, рисунки. Заинтересованные могут ознакомиться с уникальными произведениями, посетив музей «История города Еревана» до 7 апреля. В беседе с корреспондентом «Армен Пресс» Вардапетян отметил, что создал коллекцию, вдохновившись работой мини-тюристов Киликийской школе Тороса Рослина и Саркиса Пицака. Цель коллекции «Киликия» – рассказать о Киликии. В эту эпоху развивалось армянское искусство и культура. Однако из-за нашествий и войн мало что сохранилось. Украшения не исключение. Украшения отливали и платили пошлины. Западная Армения считает инициативу очень важной, поскольку сегодня как никогда важно продемонстрировать искусство и культуру Киликии, тем самым еще раз констатируя армянскую принадлежность этого региона и право армян. Из заключения новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok